Радио 54 Первое. Областное радио С Днём Орнитолога мы вас поздравляем, поскольку птичками вы занимаетесь. Скажите, как ветеринарные врачи, отмечаясь в профессиональной празднике? Есть какие-то традиции? Вообще есть день ветеринарного врача, который отмечается непосредственно. День орнитологии отдельно каким-то фоном идёт для тех людей, кто именно занимается приёмом птиц. В Новосибирске в частности. Ну вы как отмечаете профессиональный праздник? Рутина на приёмах. На работе, на работе. Ну так, с пациентами почирикать, например. Есть знакомый ветеринар у меня, который говорит, вот сколько я его лет знаю, почти одну и ту же фразу, но постоянно. Он говорит, слушайте, вот я уже, говорит, не могу разговаривать с владельцами домашних животных. У меня просто иногда нервов не хватает из-за того, чем кормят домашних животных, что в них впихивают и как издеваются. Насколько безответственно общество с этой точки зрения. Серьёзно? Не всем можно иметь домашних животных, да? Потому что люди, предварительно не изучив какую-то базу рекомендательную, могут завести какое-то животное и не заморачиваясь кормить его там бургерами с Макдональдса. Это правда? Я думаю, что просто мы все обвязаны мифами и обвинять людей в том, что они неправильно кормят, не совсем корректно. Они искренне хотят помочь или как-то порадовать и покупать какое-то лакомство и думают, что это правильно. Просто очень много дезинформации в сети, в обществе, и люди искренне это делают. Не думаю, что они делают со зла. Это касается, кстати, не только домашних животных. Это те же самые жареные семечки, например, которыми кормят на улице семечек. А вот об этом мы сейчас поговорим, друзья. Чем можно и не рекомендовано кормить уличных птичек. Кстати, 913-381-0554, номер нашего эфирного ватсапа. Если у вас волнистый попугайчик и такое же настроение, можете написать и задать вопрос. Анатолию попробуем вместе помочь. А вот, Анатолий, а что у вас за вирусы на майке нарисованы? Напоминают возбудители орнитоза, я вот так смотрю. Это проблема очень большая, потому что люди часто начинают ставить ярлыки из разряда, что обязательно это заболевание у их птицы. Но это очень редко, на самом деле, встречается. Конечно, к зоотропоносным заболеваниям, которые являются общими для животных и людей, нужно с осторожностью относиться. Все-таки ветеринария стоит на страже нашего с вами здоровья человеческого, в первую очередь. Ну, давайте начнем с домашней птицы все-таки. Подожди, вот, Коля, уже заговорили про орнитоз, давайте про голубей, которые в Новосибирске развелись. Да, невероятных количеств. Да, их везде много, на самом деле. Это вопрос пищевой базы. Если есть пищевая база, есть эти животные. Так же, как и бродячие кошки, собаки. Тот фактор, что кто-то бросает, разводит, да, он на самом деле существует, но вот кормовая база, мы же с вами понимаем, да, есть кормовая база, есть условия для существования какой-то вид. Слил пару голубей, спас голубей. Ну, вот смотрите, Анатолий, у меня пятилетняя дочь. Я ей не разрешаю кормить голубей. Вот заходить вот в эту огромную толпу этих прекрасных существ, вставать посередине, и чтоб они ее, значит, облепили, а она все-таки с хлебом счастливая. Потому что я верю в то, что городской голубь переносит огромное количество неприятных болячек. Все правильно, да, я думаю, что... А вот давайте мы сейчас прям по пальцам для тех, кто очень любит с детьми кормить голубей, перечислим, какие приятности может принести подобный процесс. Если у вас есть такая информация. Да, и вот чем можно заразиться, кормя городского голубя. Сейчас можно страшно. Да, лучше страшно. Я думаю, не стоит. Нет, вы расскажите, как есть, это важно. Например, хламидиоз. Хламидиоз, внимание, друзья. С фекалиями, да, он может попасть, ну, просто ребенок может где-то на руки попасть, да, он, не знаю, там, лицо себе от снежинки будет убирать и будет поражен. Ну, не очень хорошая идея, да. Вот так, что еще можно? Просто соблюдать гигиену надо. То есть, вот можно кормить, зайдя непосредственно в толпу этих дружных ребят? Да, я думаю, что все можно делать с осторожностью. Лучше бросить и отбежать. Или не кормить вообще? Скажите, а мы для чего это делаем? Мы же в детях пытаемся воспитать что-то светлое, хорошее. Да, так, а может быть, мы лучше сколотим скворечник. Можно заняться этим, да. Туда положим. И вот что туда класть? Если мы хотим порадовать городскую птицу, чем кормить не рекомендовано, а что положить в скворечник даже вот лучше? Ну, скворечник это не кормушка, Юрий Игоревич. Ну, в смысле, я имею в виду кормушка, скворечник, да, вот эти все прибамбасы, которые мы здесь делаем. Ну, разделим, да, кормушки от скворечника. Это все понятно. Я совсем другое имела в виду. Вот что туда кладем? В кормушке своречники и прочее, что ли? Надо понимать, каких птиц мы будем с вами кормить. Вот городских каких-то. Ну, если зерноядных, то это должно быть что-то, какое-то зерно. Мы же не знаем, кто туда прилетит, в нашу кормушку. Да, конечно. Ну, желательно, желательно не голые сенечки и кобля, например, да, то, что там, от чего жреет птица на раз. Почему нельзя голые сенечки? Ну, потому что очень много питательных веществ, слушайте, ну, как говорят в народе, голод не тетка, голод дядька, и они будут есть все, что угодно, и гуляя из нас, каждый из нас в зоопарке видел, как сенечки, воробьи там у львов употребляют их пищу, потому что кушать очень хочется. Я вам примеры жизни приведу. Значит, прошлой зимой звонит мне бывшая одногруппница и говорит, Алеша, что делать? У меня снегири, которые, значит, вот сидели на ветке всю зиму, я их... Они вообще никуда не улетали, они тупо сидели рядом с кормушкой. Я каждый день им ведро туда семечек высыпала. Сейчас не улетают, и вообще ходят только пешком. Я говорю, так они у тебя просто ожерели, они не могут летать. Ну, был хороший вопрос задали. На самом деле, надо понимать, что они привыкают, привыкают к этому источнику пищи. Они перестают искать еду. Да, да, это на самом деле медвежья услуга для птиц. Все правильно. То есть вообще лучше не кормим? Почему? Кормите, пожалуйста, но дозировано, и лучше не семечками, а покупать. Отдайте там несколько рублей в том же самом зоомагазине, купите смесь. Ну, если пожилые люди очень часто кормят голубей, вы, думаю, видели это на улицах, да? Я не думаю, что это плохо. Люди заботятся, а особенно в возрасте нужно о ком-то заботиться, это продлевает жизнь. Ну, это с точки зрения, я не знаю, какой-то вот именно заботы. А с точки зрения количества этих голубей, которые, извините, какают на все, что вокруг, да, и плюс еще разносят всевозможную заразу, да оно нам надо. Птица? Птица приспособлена изначально по природе своей обеспечить себя питанием сама. Она знает, как оно ищется. Вы уже не рады, что к нам пришли, да? Нет, нет, все в порядке. Ну, мы просто должны понимать, что желательно не рекомендовано. Ну, давайте тогда к домашней птице. Друзья, напомним, ватсап открыт, если у вас там попугайчики, да, можете задать какую-то вопрос. Ну, это страшное дело дома попугайчиков. Да, с чем несут чаще всего домашних, ну, например, попугайчиков? Вот какие основные ошибки совершают заводчики? Владельцы. Владельцы, да. Ну, да. Заводчики пограмотнее, как правило. Ну, я надеюсь, да. Чаще всего несут с отказом от пищи, со слабостью. Они очень чувствительны к качеству пищи. Они очень чувствительны к наличию токсинов в пище. То есть, грубо говоря, когда очень некачественная кормовая база, какие-то токсины грибов, и очень часто они попадают к нам с энтеритами, ну, воспалением кишечника, например, да, очень. Ну, а если там это зерно уже прогорклое, то это вообще до летального исхода запросто. Да, об этом и лично. Буквально 2-3 дня и летальный исход. Птицы очень быстро улетают за радугу, что называется. Это вот профессиональный сленг, я понимаю, да? Ну, еще вот я знаю, с водой там бывают проблемы в том плане, что люди забывают ежедневно менять воду в поилке, да? И когда птица питается, корм все равно в эту поилку попадает, он там начинает бродить банально, да? Гигиена. Гигиена. Впереди всего, да. Конечно. Хорошо, каких птиц вы бы ни в коем случае не порекомендовали заводить дома? Ну, страусы, ясное дело, да? Я сначала, наверное, все-таки отнесся к этому ответственно, изучил какую-то информацию в сети МОНК, пообщался с людьми, кто содержит животных. И что касается птиц, ну, крупных птиц нужно заводить с большой ответственностью. Крупных попугаев. Понимаешь, что ты это заводишь не на полгода, не на год, да? Конечно, да. Живет такая птица очень долго. Да, надо понимать, что птицы должны в дикой природе летать там по сотне километров в день, 200-300 километров они за сутки летают дома, как бы вы ни старались, вы не обеспечите такой трафик. И то, что он там будет сидеть на жердочке, это... Конечно, это да, это узник. Так. Ну, а что касается певчих птиц, как вы относитесь к тому, что, допустим, в Сибири ловят тех же самых вьюрковых, и они живут, поют в квартирах? Не знаю, мы же не можем их спросить. Хорошо, Марина? Так-то да. Я не думаю, что в неволе им хорошо. Ну, здорово. Что касается домашних птиц, я думаю, мы тему закрыли, да, друзья, прежде чем завести, нужно спросить себя, сможешь ли ты обеспечить те условия, в которых птице будет комфортно, да? Ну да, да, просто ответственно отнестись к этому вопросу. И любому домашнему животному. Любому, абсолютно, да. Только что Алексей написал на наш эфирный WhatsApp, говорит, у меня дома декоративный кролик, и как-то я его угостил ягодкой винограда. Потом поил активированным угольком. Угу, и потирал пол, да? Ну, как-то так, да. Радио 54. И логично было бы перейти к хищным птицам, с которыми случается всякое. Да не только случается всякое. Наверняка многие заметили, что сейчас в городе появилось значительное количество, ну не сейчас, а по лету, в сезон, да, бывает большое количество хищных птиц. Те же самые копчики, там, всевозможные соколы, да? Это говорит о том, что у нас улучшилась обстановка, что касается экологии, или... Что вряд ли. Да, ну почему? Или просто вот птички решили подстроиться под людей? Я думаю, все связано просто с кормовой базой. А, с теми голубями, которых стало больше, да? Где хорошо кормят просто, да. Ну, в основном все-таки они питаются грызунами. Угу, да. Я просто несколько раз видел, как у меня под окнами тот же самый копчик-коршун ловил голубей. Ну, каких-то... Подранков каких-то, да, да. Слабых, слабых особей. Какие важные, полезные советы вы могли бы сейчас, Анатолий, озвучить слушателям Радио 54, связанные с хищными птицами? У меня просто огромная просьба, когда вы гуляете по лесу весной и ближе уже к началу лета, не подбирать совят. Они не выпали из гнезда. Они иногда действительно выпадают. Мама, папа их находят, кормят. Они не пропали. Не надо их, пожалуйста, подбирать. Потом кормить сердцами, новорожденными цыплятами, мясом. Они погибнут у вас, да. А если увидели вороненка, выпавшего из гнезда, вообще развернитесь и бегите от этого места. Да, заклюют. Подальше. Ну, понятно, что из добрых побуждений делают это люди по весне в лесу. Это ясно, они хотят спасти. Но а с ним... Бог с ним. Главное, чтобы потом помогли, до конца довели дело. То есть, действительно, выкормили грамотно это животное. А что значит грамотно выкормить? Это значит, чем выкормить? Ну, полнорационное питание. Надо понимать, что они кушают грызуна целиком. Да. Получая комплексный обед, как я всегда говорю. Ну, вырезку они не едят. А это сказывается сразу и на скелете, да, на крепости костей. И на обменном процессе. Все, все, все. А вот, если уж мы заговорили про ответственность, ну, бывают же такие ситуации. Едешь на машине по трассе, тут шлеп, и сова полетела там в сторону, да, например. Ну, вы можете действительно помочь этой птице, если вы видите, что она еще жива. Привезти ее. Почти в каждом городе есть так называемые центры реабилитации, либо диких птиц, либо диких животных. И обратиться туда, волонтеры вам всегда помогут. Как правильно ее поймать? Как ее правильно транспортировать, чтобы не навредить? Ну, в какой-то ветоши аккуратно взять, в коробочку, чтобы она не билась там, да. То есть, как бы при каких-то движениях просто не повредила себя. Это же касается и вот тех хищников, которые кружат над городом, да? Да, не надо ей в коробку там бросать мясо, она не съест. Это сто процентов. Лучше довезите людям, которые специально обучены, у которых большой опыт, они помогут. Ну, а вообще вот по вашей практике... Они всегда открыты, они всегда дадут вам обратную связь, как чувствует себя эта птица. По вашей практике, таких птиц удается потом вернуть в дикую природу или все-таки уже приходится пристраивать? Да, есть прецеденты, конечно, да. Есть просто травмы, которые совместимы потом после хирургии с полетом. И такие есть случаи, и видео мы публикуем часто. Есть, которые остаются, но не выпускные, так называемые термины. Что-то из личного опыта можете вспомнить сейчас? Или сложно? Очень много. Надо в сети смотреть, в своих соцсетях, где прям я выпускаю... Не я выпускаю, ребята выпускают, я одну птицу выпустил, слава богу, мне дали. Ну, приятно просто тогда было. Просто есть огромный сложившийся миф и среди ветеринаров, что если у птиц перелом, то все 100%, она никогда не полетит, это не так. Это неправда, вот это важно. Да, тут надо оценивать этого пациента. Ну, опять же, наверное, зависит от скорости помощи, как быстро было оказано. Конечно, если там после перелома прошло несколько недель, то шансы снижаются почти к нулю. А вот всевозможные перелетные птицы, крупные я имею, лебедей, гусей, попадали к вам когда-нибудь на прием? Да, лебеди были, были цапли, и страдают они в основном от линий электропередач. Они их не видят. То есть они врезаются, да, травмируются, падают на землю. Все верно. Страшно вообще, конечно. Я вот обратил внимание, между прочим, за последние, наверное, лет 5, чуть больше, в Новосибирской области стало существенно больше цапель. Причем вот, я говорю, район острова Кудряш, в этом районе цапель, ну, каждый день идешь и встречаешь их там несколько штук. Это хорошо? Это хорошо. Вам нравится? Это приятно всегда глаз, радует, да? По-моему, серая цапля, да, у нас тут обитает в основном. Ну, не суть. Какая-то очень симпатичная. Какая-то очень симпатичная. Давайте один миф развеем, просто если можно сказать. Надо понимать, что когда люди обращаются к ветеринарному врачу в клинику, да, и спрашивают орнитолога, надо понимать, что они попадают к ветеринарному врачу, который занимается лечением птиц, орнитологией. А не систематикой? Ну, да, да, то есть он не может владеть информацией о сотнях видов птиц, которые хотя бы в нашем регионе обитают. Это невозможно, просто уложить все с такой объем информации. Я вот никогда не понимал, ну, ладно там, допустим, лечить того же лебедя, ну, это хоть есть что потрогать. А как вот помочь маленькому воробушку? Мамой мосюсечке, да. Слушайте, смотря какой случай, по-моему, где-то с год назад был волнистый попугай, который конфликтовал с кошкой, и кошка настигла его, все-таки там большая, огромная скальпированная рана была, мы его зашили, он перенес эту хирургическую операцию, потом он пропал из нашего вида, и потом, по-моему, в инстаграме девушка сделала репост, и я наконец-то узнал, что он жив, здоров, все хорошо. Ничего себе, конечно, да. Вот это судьба у птицы, да. Вот это да, вот это да. А какая была самая сложная операция на вашей памяти? Ну, наверное, когда была, не могу сказать, что сложная, интересная, когда был вывив тазобедренного сустава у полярной совы, то есть мы его вправили и там сделали искусственную связку, да, было интересно. И вот на этой оптимистичной ноте. Нет, мы еще не заканчиваем. Было когда-то вот такое, сидишь, думаешь, вот так, как хирурги, знаете, после многочасовой операции, вот в интернете мы видели такие фотографии, что в ветеринарии все пока, не могу больше, все, вот здесь уже. Или нет, вы чувствуете, что это ваша история, и дальше будете этим путем? Да, мне кажется, в любой профессии это бывает, но все равно нужно заниматься любимым делом, да. А каким животным больше лежит душа? Ко всем. Дома есть кто-нибудь? У меня, да, четыре кошки, собак. Четыре кошки? Да, да. А почему их вот столько? А всего одна собака? Так сложилось. Чем руководит? У меня собака меньше кошек. Не, ну подождите, вы их целенаправленно заводили, или это более случаи, там, я не знаю, оставили пациента? Подобрали, спасли, да. У ветеринарных врачей дома очень много оставленных животных, поверьте. То есть, с работы несут домой, да, потому что... Да, которых оставили, не захотели лечить и так далее, да. Их очень много. Шабашка, работа на дом, да? За шабашку платят. Большое широкое сердце. Ну и давайте уже под конец тогда нашей беседы все же несколько важных, самый топ главных советов для тех, у кого есть домашняя птичка, да, о чем важно помнить. И о чем важно помнить, когда вы гуляете по городу и видите голубя, да, какую-то вот еще, вот историю. О чем важно помнить, если дома есть птица? О домашней птице непосредственно. О домашней птице. Да, ну я думаю, что если она заболела, вы видите, что ей плохо, идите к ветеринарному врачу, не затягивайте. Не сегодня там, не могу завтра, не могу. Не экспериментируйте. Идите сразу, да, там начинается активированный уголь, энтеросгель. А как понять, что вот птице стало плохо? Вот если она сидит нахохлившись, может она просто спит? Ну, вы же с ней давно знакомы, вы знаете, как она себя хорошо выглядит. Ну, конечно, ты увидишь, как она правда. Если она перестала есть у животных, все просто. Они книжки не читают, они едят, пьют, радуют вас с внешним видом. И если вы видите, что какая-то функция нарушилась, там что-то плохо. Как только ваш попугачик перестал орать дурниной по утрам. Ну, что-то не так однозначно. Конечно, конечно. Ну и вообще, наверное, вот пусть как можно меньше безалаберных приобретений. Соблюдайте гигиену на улице, да, руки мойте, и будет все хорошо. Не целуйтесь. Все просто, не целуйтесь. С голубями. Огромное спасибо вам за беседу. Первое. Областное радио.